Ну, что-то там? Мир вашей души, Игнатий Тихонович. Батюшка-то где? Да он спит. Спит? А что? Еще он так рано? Да он устал, он находился сегодня. Вы когда приедете сюда к нам, не забудьте, тут рамку, которую давали, она ждет возврата к вам. Рамку. Да, допускает она не нужна. Как не нужна? Пускай еще пчелы натаскают. Ага. Понятно. Ну, ладно. Говори. Вот тут по пророку Иеремии, восьмая глава. В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды и кости князей Его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима, и любовь их, и раскидают их перед солнцем и луной, перед всем воинством небесным, которых они любили, и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали, и которым поклонялись. Не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле. А сбылось это пророчество, Игнатий Тихонович, или нет? Или все-таки это еще в будущем? Видите, в Слове Божьем есть вещи, которые трижды исполняются. В малом масштабе, в большем и во всемирном. Так что это сбудется, мы наопределенно точно знаем. А было это? Да, это было. Но еще может повториться. Вот, говорит, где труп, там соберутся орлы. Ну, кажется, еще там. Вот толкование такое, когда Веспасиан напал, а Тит его и сын закончил осаду Иерусалима, римские воины, как орлы налетели, труп в город Иерусалим. Но в конечном счете, когда Христос придет в израненном теле, труп, и верующие, как орлы, вознесутся. Видишь, какое толкование, какой промежуток между ними. Так что это было и еще может быть. А вот как, допустим, если было, допустим, 16 стих этой же главы. От Дана слышен храп коней, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля. Это означает, что Антихрист придет из колена Данова, и оттуда будет главное давление на людей. А то что дрожит от коней? А то танки идут. Самое тяжелое, там танки есть по 70 тонн. И все они лошадиными силами. Что интересно, Библия говорит, от конского ржания. И даже космический корабль измеряет, какая сила. И машина какая, сколько лошадиных сил. Слово лошадь никуда не могут деть-то. Ну и придумали бы, допустим, пьянцы, сколько промилле разное, свет, там какие-то фотоны. А здесь единица измерения лошадиная сила, потому что пророчество говорит о лошадях. И не могут изменить во всем мире это. Ну а можно бы изменить? Конечно, можно. Это легко сделать, но не сделать. Потому что пророчество говорит о лошадях. Вот что интересно. Так что это еще впереди. Дана нету в щиты, где перечисляется количество спасенных из каждого колена. Данного колена исключено, потому что из него антихрист. Так толкует Кесарий Каппадокийский Андрей, архиепископ. Дальше. Ну и все, как бы я еще не составлял так вопрос, я просто добавил вас. Я сразу один раз тебе скажу, только у нас все выставляется в интернет. Ты не против? Да, помню. Если против, значит ко мне даже не приходи. Мне зачем это время тратить? Люди жаждут, люди хотят это слышать. Тебе сколько лет сейчас? 23. Ну 23, видишь как. Слава Богу. Ну отцу поклон передавай. Хорошо передам. Какие-то у вас местные священства, как к вам относятся? Да я не знаю, мы как-то не касаемся. Все слава Христу. То есть они от вас избавились полностью? Да, аллилуйя. Да, слава Христу. Ну все, тогда с Богом, выключай. Да, ну с Богом. С Богом. Вот. Вот у него сын, у отца Павла, его изгнали. В патриархии за то, что тайно записывал слова архиерея о крещении. Ни за что. Содрал с него архиерей рясу, крест отобрал. Но не было ничего, кроме запретил в служении, гнал, преследовал. Безумно просто. Это был и архиепископ. Теперь епископ он, епископ. Максим Дмитриев, он в Ельце. Это там есть. И магнитофон отобрал, и крест на отельный у него дорогой. Крест был серебряный, снял. И ни под каким видом больше никак не принимали. А он, когда был на приеме, решил задать вопрос о крещении, чтобы полно это. Когда он был, то архиерея эти слова говорил. Настоятель Гордиенко, отец Николай, бывший парторг. Он никак. Он тогда решил прямо еще раз записать архиерею, чтобы крестили как следует. И за это его, за ним больше ничего не было. И все. А это его сын. Его сын Ваня. Вот он был у меня в лагере. Из лагеря приехал. На причастие не принимают. Почему? Было у Игнатия в лагере. Но такого безумия вообще нигде нет. Уже ничего нет. Все гнилье одно. И однако, не допускает и все. Так у него мама была, Надежда Павловна. Там она начала жаловаться до патриархии. Вот все. Изгнали и выдавили их. Ну, сейчас где-то у Агафангела или у где-то там, не патриаршего Агафангела. А одесски тоже. Их там два Агафангела. Русская Православная Церковь. Ну, она там какое-то название может иметь. Свободная или как. А это его сын. Ваня хороший парень. В лагере был у меня не однажды. Пасекой занимается. Все. С Богом.